Итак, друзья, мы продолжаем читать книгу Гачева. На этот раз глава называется «Пропорции и фигурное число». «Пропорции, доли, меры, соотношения пределы каждому, чтобы не выбирать, лад бы, деяния расстраивать. И они арифметические, геометрические, гармонические, из космоса и красоты. Теория чисел дружественная, одно сумма множителей другого. Совершенная. 6 равно 1 плюс 2 плюс 3, сумма своих собственных множителей. Операция умножения приводит к площади квадратности. 6 равно 2 умножить на 3. Соответственно, прямоугольник со сторонами 2 и 3. Плоские числа площадные. 6 равно 2 умножить на 3. Их вариант квадратное число. 1, 4, 9, 16. Почему квадратное? Потому что, соответственно, площадь квадрата. Можно нарисовать. Площадь квадрата легко рассчитывается с помощью квадратных чисел. Числофигурное продолговатый, то есть не квадратный, образовавшийся, как произведение неравных со множителей. Ну и мы тут, в принципе, очень много интересных фактов, которые, в принципе, сложно как-то обсуждать. Может быть, у вас проникли какие-то идеи. Это просто для запоминания. А вот дальше идут интересные моменты уже лингвистического плана. Тут большое поле для математиков обсуждать. С точки зрения лингвистики, а я в большей степени лингвист, чем математик. Тут обсуждать нечего. Термины эвклида. Параллельные. Параллелой. Друг подле друга. То есть, друг возле другого. Рядом идущие. Ну, это такой вольный перевод. Параллелограмм. Параллелограмм. Друг подле другости. Запись. То есть, запись Идеи. Рядом Друг. Рядом с Тонгом. Не описание даже. А запись Запись того, что происходит Рядом с Тонгом. То есть, геометриархические фигуры и диаграммы. Слова языка Эдесов. Идей. Рапеция. Рапезион. Столик. Буквально. Ну, раньше как раз столы в монастырях были в виде трапеции. Отсюда и слово. Ну, и не зря. А для коренной слова. В русском языке есть слово Трапеза. Трапезная даже. Точка Семейун. Знак, символ, эмблема. Термин Платона и Эвклида. Стигме. Пятно. Точка Пятно. Миг. Укол. Термин Аристотеля. Ну, и мы знаем такое выражение, как стигматизация. То есть, у кого-то укалывание, у кого-то порицание, публичное порицание, явление, чаще всего группы, такой вот публичный вид бурлинга в какой-то степени. Но стигматизация чаще всего каких-то криминальных моментов происходит. Хотя, не всегда. Да, вот эти очень интересные переводы. Аллелуй, то есть, рядом с тонком пар Аллелуй. И Семейун. Две вида точки. Для Эвклида и Платона точка это как знак. А для Аристотеля это как укол пятно. Справедливость по пифагорейцам Квадоград. Аристотель порицает Пифагора, что он жилищем добродетелей Арета, объявил число, а не теорию свинерцания. Не ей добродетель число, помноженное на себя. Но ведь очень похоже, что это так. Сколько в одну сторону, столько в другую. Рядом отложишь и воздать по той же мере. Число на себя обораченное. Это той же мере дать и одному, и другому. Так что верно, если шар совершенства целого, так вот раз праведливость частям. В мире частей, частичек нас смертным. И ниже справедливое противоравновесное другому. То декайон, то антипептонтос алло. И верно, справедливое будет. Если тебе досталось чего больше, спустился вниз, то поднимут настолько же вверх. В судьбе, в удаче и так далее. Равновесие равно справедливость. Это уже ее бытие в физике, в механике. В телах, в веществе и фигурах. Тогда как рад ее украсть в чистом пространстве. В бестелесном еще. Ну а дальше, вот такая интересная будет глава. Расскажите, что вам запомнилось? Что интересного вы возьмете для себя? Что было понятно, что не было понятно? Что, какие вопросы возникли? И что интересного вы уже можете проявить буквально сейчас? Что возьмете в свою жизнь? Какую мысль, какую идею? Которая сделает вас лучше, сильнее и интереснее, как личность. Можете записать его под видео. А мы плавно завершаем наш эфир. И я верю, что вы уже поставили лайки. Даже если вам не понравилось, вы, конечно же, можете засвидетельствовать это всему миру. И поставить жирный дизлайк. А также подписаться на канал, если что-то все-таки было полезного и ценного в этом эфире. Хорошего дня! И в следующий раз мы поговорим как раз о параболе гиперболе и других вещах интересных и захватывающих. До скорых встреч!